Это история Леонида Млечина для тех, кому небезразлично наше прошлое. Памятник Евгению Максимовичу Примакову по случаю его 90-летия поставили перед зданием Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Хотя на самом деле самое значимое в жизни Примакова это то время, когда он был не министром иностранных дел, а главой правительства. И тогда, когда он был главой правительства, и после того казалось, что он станет президентом страны. Вот почему он им не стал, это, пожалуй, самое интересное. В реальности Евгений Максимович Примаков не хотел становиться и председателем Совета Министров, и министром иностранных дел. Он мне рассказывал, как Ельцин просто заставил его перейти на Смоленскую площадь. Дело в том, что Примаков с конца 91-го года был начальником разведки. Он еще в конце 91-го года стал первым заместителем председателя КГБ СССР начальником первого главного управления, то есть внешней разведки. Потом КГБ разделили, из первого главного управления образовали самостоятельную службу внешней разведки. Евгений Максимович ее возглавил. Ему очень нравилась эта работа. Он мне рассказывал, что он просто получал массу удовольствия. И от самой работы, и от этого образа жизни. Он недолюбливал публичности на самом деле. Ему нравился этот мир, ему нравилась эта атмосфера. Словом, когда президент Ельцин пригласил его в Кремль и сказал, что хочет назначить его министром иностранных дел, Примаков решительно отказался. А Ельцин захотел сменить министра иностранных дел, потому что приближались президентские выборы. И он хотел уменьшить поток критики, который тогда на него обрушился со всех сторон. И решил хотя бы обезопасить себя на внешнеполитическом направлении. Потому что первый министр иностранных дел России Андрей Владимирович Козырев считал, что Россия и западные страны это естественные союзники. С ними надо партнерствовать. И с ними нужно поддерживать хорошие отношения. Эта линия чем дальше, тем больше вызывала шквал критики. И Ельцин решил себя обезопасить. Вот он пригласил Евгения Максимовича Примакова. И сколько тот не отказывался, Ельцин его министром назначил. Почему Примаков отказывался? Во-первых, еще раз повторю, что ему нравилась работа в разведке. Во-вторых, ему совершенно не нравилась публичность, которая связана с ролью министра иностранных дел. Он когда появился в роли министра в темных очках, сразу же мои коллеги телевизионные, газетные стали надерничать по этому поводу, посмеиваться. Я тогда в «Известиях», где работал, написал большую статью о том, что темные очки мешают видеть подлинное лицо министра. Ему статью показали, он темные очки снял. И пытался с моими коллегами-журналистами взаимодействовать, но не очень. Так вот у него отношения с коллегами моими не очень складывались. Это его всегда раздражало. А в 1998 году, почему он стал председателем Совета Министров? То, что в 1998 году, люди моего поколения это прекрасно помнят, на нашу страну обрушился кризис. Во-первых, нас задел международный кризис, который охватил тогда многие страны. Во-вторых, выяснились проблемы, связанные с нашими внутренними делами. Ельцин тогда сменил Виктора Степановича Черномырдина, который долгое время возглавлял правительство. Поставил во главе Совета Министров молодого тогда Сергея Владимировича Кириенко. А Кириенко столкнулся с тем, что ситуация была ужасная. Задолженность невероятная. Не было денег. И в какой-то момент, чтобы спасти отечественных производителей, российское правительство объявило дефолт. 17 августа 1998 года произошло нечто невероятное. На самом деле, всего лишь объявили дефолт по платежам и отпустили курс рубля. На рубль рухнул в три раза. Произошло какой-то психологический натлон. Не то, чтобы ситуация в экономике была такой катастрофической. Но ведь экономика определяется не только мощностями, не только производительными силами, но и психологией людей. И возникло какое-то отчаяние. К этому экономическому отчаянию прибавилось политическое. Потому что правительство ушло в отставку под валом критики. Ельцин вернул Виктора Степановича Черномырдина. Который вернулся и сказал, что сейчас мы наведем порядок. Но при голосовании в Думе депутаты его не поддержали. Не поддержали один раз. Не поддержали во второй раз. И у Ельцина оставалась только еще одна возможность. Если депутаты в третий раз отвергнут кандидатуру Черномырдина, нужно объявлять парламентские выборы. Выборы в Государственную Думу. А на такой волне неприятия того, что происходит в стране, конечно же, победят оппозиционные силы. И Ельцин, и его окружение, конечно же, испугались. И тогда волшебным образом нашлось решение. Григорий Алексеевич Явлинский, который в ту пору руководил фракцией Яблоко в Государственной Думе. Я вообще плохо представляю себе Государственную Думу без такого прирожденного парламентария, как Явлинский. Предложил с трибуны назначить главой правительства Евгения Максимовича Примакова. Поначалу все удивились, почему Примаков. А потом стало ясно, почему. Из всех политиков того времени он взвал наименьшее отторжение. Наоборот, у него была довольно сильная поддержка в обществе. Нравилось то, что он делает и как он делает. Примаков несколько раз отказывался. И все были уверены, что он не согласится. Зачем ему менять кресло министра иностранных дел, где он чувствовал себя уже вполне уютно, на кресло председателя Совета Министров в ситуации полного экономического хаоса. Я помню, как я находился в Министерстве иностранных дел, в кабинете одного из заместителей министра, заместителя Примакова. Он при мне позвонил начальнику секретариата Примакова, Маркарян, и сказал, что происходит. А тут сам не знал. Но в конце концов Примаков согласился, и потом говорил, что он не мог отказаться, когда ему сказали, что на карту поставлена будущность России. Он стал главой правительства, и выступая в Государственной Думе, кто смотрел тогда телевизор, помнит, честно сказал, что я даже не знаю, что для меня лучше, чтобы меня поддержали и чтобы меня отказали в доверии. Поразительным образом на следующий день, после того, как Примаков был утвержден в должности председателя Совета Министров Российской Федерации, кризис в стране закончился. Потому что кризис в значительной степени носил психологический характер, и появление в кресле главой правительства солидного и уважаемого человека всех успокоило. И тут выяснилось, что рыночная экономика, созданная невероятными усилиями реформаторов, которых в нашей стране так не любят, Егор Тимурча Гайдара, Анатолий Борисович Чубайса, прекрасно работает. И падение курса рубля пошло на пользу российскому производителю. Сейчас быстрое восстановление экономики, подъем и лавры этого восстановителя экономики, восстановителя спокойствия, конечно же, достались Евгению Максимовичу Примакову. Хотя на самом деле правительство Примакова, ой, тогда многие боялись, пришел Примаков, сделал своим первым заместителем недавнего кандидата в члены Политбюро и главу Госплана Юрия Маслюкова. Он привел еще какого-то из ветеранов, и многие опасались, что они сейчас вернутся к каким-то советским методам управления. На самом деле правительство Примакова сделало самое главное. Оно не мешало экономике развиваться. Лучшее, что может сделать правительство, дать возможность экономике свободно работать. И оно заработало. Но тут уже испугались в окружении Ельцина. Примаков стал очень популярной фигурой, а Ельцина репутация падала с каждым днем. А постепенно приближались новые парламентские выборы и новые президентские выборы. И очень скоро от Примакова просто избавились. Его отправили в отставку. Честно говоря, я как биограф Примакова, я к тому времени писал первую свою книжку о нем. Я думал, что он уйдет из политики и больше никогда в нее не вернется. Но я его недооценил. В нем проявилась обида. Ему стало не по себе из-за того, что с ним так поступили. И он решил остаться в политике. И он тогда казался совершенно очевидным кандидатом в президент. Не было тогда человека с большим авторитетом в стране, чем Евгений Максимович Примаков. Его поддержала серьезная политическая сила. Тогдашний мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков, который в свою очередь тоже видел себя уже не мэром города, ну а как минимум главой правительства. Мне кажется, тут я могу только предполагать, что Юрий Михайлович поддержал Примакова, имея в виду, что Примаков станет президентом, а он главой правительства, а на следующих выборах сам станет президентом страны, потому что у Лужкова было полнейшее доверие москвичей. Его поддерживали в ту пору очень влиятельные политические и силовые структуры, это хорошо помню. И его поддерживал множество губернаторов по всей стране, а в ту пору губернаторы были очень влиятельными. И вот это соединение Евгения Максимовича Примакова с партией, а у Лужкова была уже своя партия, казалось, обеспечивает Примакову победу на следующих выборах. И я хорошо помню, как на даче одного из самых близких друзей Евгения Максимовича собралась небольшая группа его поклонников, и пили тогда за здоровье Евгения Максимовича, и произносились тосты за Примакова надежду России, и абсолютно никто не сомневался, что мы все находимся в обществе будущего президента. Но президентом он не стал. Он президентом не стал, и это тема, которая волнует меня на протяжении многих лет. Почему он не стал президентом? Почему не стал президентом, который только что так нравился значительному числу граждан России? Мне кажется, три причины. Первая – это то, что Ельцин назначил новой главой правительства Владимира Владимировича Путина, человека молодого, динамичного, и по контрасту с Примаковым эта разница была очень заметна. Вторая причина состоит, это ее обычно все указывают, в успешности атаки, информационной атаки на Примакова и Лужкова. Особенно тогда преуспел Первый канал, и один журналист, который уже ушел в мир иной, поэтому не станем его напоминать. И он знал, что он делает. Я очень хорошо помню эти сюжеты, о том, что Примаков уже чуть ли не присмарит, и не ходит, не может, не двигаться. А я в ту пору тоже на даче видел Ель Максимович, он был в прекрасном состоянии, даже немножко пританцовывал, как человек, выросший в Тбилиси. То есть те люди, которые устроили тогда злобную атаку на Примакова и на Лужкова, знали, что они врут. Но я думаю, что дело не в этом. Думаю, что определяющим фактором стало вот что. Когда Примаков был главой правительства, он олицетворял власть и нравился. А когда Примаков ушел и стал критиковать власть, он оказался в оппозиции. А у нас за оппозицию не голосуют. Обратите внимание, Борис Николаевич Ельцин выиграл все выборы, в которых он участвовал. Даже когда уже вал критики на него обрушивался, когда его критиковали со всех сторон, он выигрывал все выборы. Потому что у нас есть традиция голосовать и поддерживать власть. И Примаков неожиданным для себя образом оказался в оппозиции. А у нас за оппозицию не голосуют. Я думаю, что он сам до конца не понимал этой метаморфозы, которая лишила его возможности стать президентом страны. И поэтому памятник по случаю 90-летия поставили перед зданием Министерства иностранных дел на Смоленской площади. Но мы с вами и впредь будем вспоминать видные фигуры нашего прошлого, которые на самом деле в прошлое не уходят. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео и подписывайтесь на мой канал в YouTube.